Живые концерты и битком забитые бары. Так Вашингтон празднует первые дни свободы от масок, социальные дистанции и прочих ограничений, связанных с пандемией. Теперь всем развлекательным заведениям, включая ночные клубы, разрешается стопроцентная заполняемость, как внутри помещения, так и снаружи. Также увеличивается допустимое время работы до трех часов ночи. Один из самых популярных в Вашингтоне джазовых баров Джо Джо возобновил работу всего несколько дней назад, но серия концертов распланирована уже на несколько недель вперед. Во время пандемии мы играли онлайн-концерты, потом начали выступать на уличных площадках, но ничто не сравнится с концертом в помещении перед живой публикой, нет ничего лучше. Впрочем, даже несмотря на снятие всех ограничений, некоторые сотрудники ресторанов, баров и клубов продолжают носить маски. Как и объясняют владельцы заведений, каждый делает свой выбор сам. Мы прекрасно понимаем, что некоторые не могут сразу взять и сорвать с себя маску только потому, что вышли новые рекомендации. Некоторым нужно время, чтобы привыкнуть, и мы относимся к этому с уважением. Наши сотрудники могут продолжать носить маски, если им так комфортнее. Привычку носить маски отмечают и вашингтонские бармены, которые, кстати, после затянувшегося перерыва вновь могут готовить коктейли прямо перед гостями за барной стойкой. «Все очень уважительно относятся к барменам. Подходя к бару сделать заказ, гости надевают маску. Правда, после нескольких коктейлей о масках уже забывают». Сами же гости заведений по-разному отнеслись к снятию ограничений. Одни готовы бурно наверстывать упущенное, другие не спешат терять бдительность. «Я вакцинировался пару недель назад, и очень здорово иметь возможность куда-то выйти и вновь ощутить ритм ночной жизни». Главное, чтобы невакцинированные люди продолжали соблюдать меры предосторожности. А так, конечно, здорово, что бары и рестораны могут теперь полноценно работать. «Я еще немного нервничаю, но в такой небольшой компании, в принципе, комфортно. В забитом людьми баре мне бы сейчас точно было неуютно». «Мы с подругами мамы, поэтому когда у нас появляется возможность куда-то выйти, мы очень этому рады. Но вот к толпам я еще не готова». Впрочем, после пандемии к масштабным шумным праздникам не готовы и некоторые владельцы некогда популярных клубов. А вот здесь сегодня будет спокойно. Хотя до пандемии у дверей этого клуба в любой пятничный вечер всегда можно было увидеть толпу людей, желающих попасть на вечеринку. Бывший ночной клуб под названием «Парк на 14-й» теперь работает как ресторан. Его владелец Марк Барнст говорит, что идея поменять формат и вообще переосмыслить свой бизнес пришла ему после карантина. «Мы повзрослели, а ночная жизнь все-таки для молодых людей. Они приходили и говорили, я хочу напиться. Я такого никогда не понимал». Другие же владельцы вашингтонских баров и клубов ставить крест на ночной жизни не собираются. Многие из них уверены, что сейчас индустрия развлечений ждет подъем. «Уровень дохода почти вернулся к прежнему, до пандемийному уровню. Учитывая снятие всех ограничений, мы рассчитываем заработать этим летом еще больше, чем до пандемии». Снятие ограничений касается и театров, но жителям столицы все же придется набраться немного терпения. Театральные площадки планируют возобновить работу только в сентябре. Карина Бафраджан, Александр Берген. Настоящее время Америка. Вашингтон.